Здравствуйте телезрители! С вами программа Репортер и я ее ведущий Евгений Луценко. Самарская художница собирается показать миру коллекцию из миниатюрных людей из полиуретана. Девушка создает кукол максимально похожих на нас с вами. Скульптор готовит свою первую масштабную выставку. Репортер побывал в необычной мастерской. Какие части тела Елизавета Бабенко прячет в шкафу и почему она боится спать по ночам? История, которую можно было бы придумать. Полумрак, приглушенный свет открывает часть жуткой картины. Десятки рук вперемешку с ногами и головами, зубные инструменты, скальпели и пилочки. Идеальное место работы маньяка-убийца. Только во главе всей этой расчлененки милая барышня с волнистыми волосами. Репортер заходит в мастерскую Елизаветы Бабенко. Девушка, сдувая кудряшку с лица, просит дать ей еще пять минут. Голову обтесывает. Должно получиться как минимум шедеврально, как максимум поставить в тупик. Неужели они и вправду живые? В сравнении с Барби, не то, что меня коробит, это, наверное, слишком как-то. Но оно немножко, скажем так, некорректно, потому что вот это другой кукольный подход, другой тип кукол. Филолог по профессии себя искала, нашла в художественном творчестве. Рисовала для души, работала на себя, жила, как обычный человек. И тут понеслось. Ее заинтересовали человеческие суставы и строение тел. Я иногда веду себя не очень прилично. Например, увижу какого-то человека на улице, я на него пялюсь. Так девушка Лиза стала кукольным мастером 21 века. Она поставила перед собой цель достичь максимального сходства с человеческим телом. Прорисованы каждые складочки даже на подошвах ног. Руки, колени и даже кисти гнутся. Ее куклы не игрушки. Мастер повторяет, это скульптура, потому и относиться к ним надо, как к произведению искусства. Первичные половые признаки у них имеют место быть. Вот, то есть, да, фигура, да, анатомия, да, грудь есть и прочее. Все прочее скрывается под цензурой. Этих кукол нельзя назвать голыми. Они больше обнаженные. Каждая модель уникальна и даже меняет настроение. Заказчик может попросить сделать разное положение пальцев. Кисти съемные. Я делала коллекционную модель, у которой было несколько лиц. То есть, лица снимались, и каждое лицо было определенной эмоцией. Например, улыбающееся лицо, грустящее лицо. Разговор обрывает огромный персидский кот. Он плюхается с подоконника и недовольно идет на кухню. Киса Юша, в одно слово, хранитель мастерской и талисман Лизы. Перс ложится на печку. Здесь и происходит таинство закалки дорогущего материала полиуретана. Она своей модели печет в буквальном смысле слова. Когда я достаточно серьезно вошла в эту тему, то мне пришлось освоить несколько профессий визажиста, постежора. Ну вот швию только. Нет, я не шью совсем. Волосы – это, как правило, хорошие материалы. Премиум класса. Как правило, тангорская коза. За ее работами в тысячи долларов выстраиваются в очередь заграничные коллекционеры. Лиза объясняет, кто-то берет кукол как сувенир, кто-то покупает их для игры и даже для фотосессий. Есть модели базовые, а есть уже с историей. Здесь в Лизе филолог заиграл, а на судьбу своих кукол на бумаге прописывает. По задумке девушка потеряла память, так как в детстве была свидетельницей жестокого убийства своих родителей. Это очень сильно повлияло на нее психически. Лиза показывает очередную голову с пустыми глазницами. Уверяет, что этот пуп скоро покорит много сердец. Она готовится к персональной выставке – кукольному салону. А потом мастер планирует отправиться в долгое романтическое путешествие. Кукольная фея 21 века. Принца своего пока еще не нашла. Верьте в себя и удивляйтесь как можно чаще. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok